Та-да-да-да! Всем привет! Вы часто меня спрашиваете, в каком видео находится тот или иной лайфхак. Но на самом деле я тоже не знаю, потому что на моем канале лайфхаков просто огромное количество, вот столько. Поэтому я решила выпустить вторую часть лучших, по вашему мнению, лайфхаков за всю историю моих видео. Если вы еще не видели первую часть, то обязательно посмотрите. Вот здесь сейчас должна всплыть подсказка. Кликай, она откроется в новом окне. И также дополнительно я оставлю ссылочку на это видео в описании. И еще в конце вас ждет два новых лайфхака, которые вы еще не видели. Но перед просмотром не забудь нажать на колокольчик возле кнопочки подписаться, и тогда ты будешь всегда в курсе новых видео. Всем приятного просмотра и надеюсь в этом видео вы найдете те лайфхаки, которые искали. Как же меня бесит водостойкая тушь только из-за того, что ее потом очень сложно стереть. Я в эти моменты обычно выгляжу как панда. Поэтому прежде чем нанести водостойкую тушь, нанесите на ресницы сначала обычную. Хватит совсем небольшого слоя. А только вторым слоем водостойкую. Так тушь к концу дня снимется намного легче с ресниц с любым средством для снятия макияжа. И вам не придется травмировать свои глаза, так что теперь я не боюсь водостойкую тушь. Я очень люблю различные толстовки. В повседневной жизни я их ношу не снимая. Раньше, чтобы поместить ее в шкаф или, например, чемодан, я складывала ее примерно вот так. И как по мне, это не очень-то удобно. И, кстати, из-за такого способа капюшон всегда был мятый. Поэтому сейчас я вам покажу правильный способ. Подгибаем рукава. После этого подгибаем и две боковые части. Дальше сгибаем пополам снизу вверх. И теперь все это помещаем в капюшон. И со второй толстовкой делаю точно так же. Очень удобный способ. К тому же мне очень нравится, что толстовка так не разворачивается и смотрится довольно аккуратно. Так что теперь все вещи с капюшоном в моем шкафчике выглядят именно так. Я очень люблю делать на голове высокий хвостик, но, к сожалению, не всегда он выглядит так, как хочется. Особенно, если волосы очень жидкие. И чтобы он все-таки был более объемным, сначала обматываем его резинкой, как мы обычно это делаем. Ну а в конце делим наш хвостик на две части. И последний, так скажем, оборот делаем на нижней пряде. Вуаля! И так наш хвостик будет выглядеть намного гуще, да и держится он в таком виде намного круче. Очень надеюсь, что не я одна такая криворукая. Во время маникюра частенько у меня жидкость для снятия лака хоть раз допадет и прольется. Поэтому, чтобы такого не происходило, возьмем обычную бутылочку и пробку в виде вот такого распылителя. Можно просто взять бутылочку, например, от спрея для волос. Переливаем сюда нашу жидкость для снятия лака. Теперь, когда мы будем удалять лак, даже если бутылочка случайно упадет, то ничего не прольется. И, кстати, в таком виде она расходуется намного меньше, так что действительно лайфхак очень полезный. Девушки с длинными ногтями точно поймут, как же неудобно пользоваться продуктами вот в таких баночках. В итоге все остается под ногтями и из-за этого очень много заморочек. Мой любимый бальзам, к сожалению, тоже в такой упаковке и поэтому мне помогает очень простой способ. Для этого сгибаем указательный палец. И теперь вот таким образом набираем наш продукт. Пользуюсь постоянно и всегда этот способ круто выручает, хоть может и выглядеть со стороны немного странно. Вы часто просите, чтобы я чаще делала что-то из косметики своими руками. Поэтому сейчас я покажу, как легко можно сделать пудру для лица. Для этого понадобится овсянка, примерно 5 ложек. И теперь заливаем все водой. Необходимо примерно 2 стакана. И да, брать только чистую воду. Теперь все это нужно измельчить в блендере. Дальше получившуюся белую жидкость оставим на полчаса, чтобы отделился осадок. Вот так все должно выглядеть. Теперь, когда осадок у нас внизу, можно слить белую водичку. А затем этот осадок снова залить водой и через полчаса можно будет снова слить белую жидкость. Теперь помещаем ситечко на любую удобную емкость. Сверху кладем бумажную салфетку. И наливаем сюда жидкость. У нас происходит процесс фильтрации. И, кстати, он не быстрый. Когда вся жидкость будет в банке, на салфетке вы увидите слой белой массы. Теперь ее необходимо высушить. И для этого салфетку нужно расстелить на плоской тарелке. И оставить все это на целый день. После того, как все высохнет, нужно еще раз хорошенько растолочь, чтобы частички были как можно мельче. Также отфильтруем пудру с помощью капрона. И все готово! Такая пудра хорошо выравнивает цвет лица и устраняет жирный блеск, а еще благоприятно действует на кожу. А это идея для того, чтобы вы быстро могли найти свои невидимкие шпильки. А то, я думаю, наверняка у многих занимает это очень много времени, чтобы найти их в своей сумке. В итоге потом приходится все вещи оттуда вытряхивать. А они такие маленькие, зараза, что просто не доберешься. Чтобы не было таких заморочек, вот что мы сейчас сделаем. Берем магнитную ленту, или как у меня целый магнитный лис, так скажем, взяла с запасом. И отрезаем небольшой прямоугольник. Вот как-то так все у нас получилось. Теперь с обратной стороны хорошенько приклеиваем двухсторонний скотч. Как раз на нем и будет держаться этот прямоугольник. Отрываем защитную пленочку. И дальше клеим вовнутрь своего рюкзака. Кстати, место может быть абсолютно любое, где вам удобно. И теперь все наши невидимочки вот так прикрепляем. Теперь они сразу же будут под рукой и не придется вытряхивать все из сумки. Я думаю, эта штука здорово и упростит вам жизнь. Я вам уже очень много раз говорила, что кисти нужно мыть регулярно. Чтобы на них не собирались микробы, да и вообще неприятно, когда они грязные. Честно, я постоянно над этим заморачиваюсь. И вечно ищу новые интересные методы, которые быстро и эффективно очистят кисть. И внимание, самый лучший результат получается с обычным ситечком. Благодаря мелкой сеточке кисть реально становится чистой буквально за несколько движений. И я скажу вам, что это для меня сейчас, наверное, самый-самый лучший способ очищения. Так что, кто еще не пробовал, советую попробовать. Реально способ классный. Следующий лайфхак может здорово пригодиться, например, в дороге. Берем несколько ватных дисков. Теперь их нужно пропитать мицелляркой, ну или, например, каким-нибудь лосьоном, которым вы обычно пользуетесь. Дальше берем файлик, разрезаем его. И теперь помещаем вовнутрь ватный диск. И при помощи утюжка для волос и пергаментной бумаги запаиваем вот таким образом наш ватный диск внутри. Точно так же делаем и с другими. Теперь, как видите, все герметично закрыто и они надолго останутся влажными. В любой момент можно воспользоваться и очистить лицо, ну или снять макияж. Так что не нужно с собой таскать большой флакон. Ну а этот лайфхак для тех, кто хочет супер стойкое покрытие на губах. Сначала нанесем на губки помаду. Ну и в качестве закрепителя у нас будет выступать обычный тинт для губ. Главное, чтобы по оттенку они с помадой немного были похожи. Он как бы впечатывает помаду в губы и она будет супер-супер стойкой. Вы сами удивитесь, насколько это круто. К тому же не менее классный плюс это то, что от помады не остается следов. Если, к примеру, вы пользуетесь одной кистью для нанесения теней, то этот простой лайфхак вам пригодится. Чтобы набрать новый оттенок теней, нужно, конечно же, чтобы на кисточке не было старого пигмента. Можно, конечно, ее помыть, но нужно же потом ждать, когда она высохнет и это занимает очень много времени. Возьмите самый обычный бублик. У меня, кстати, для этого даже есть отдельный. И вот таким образом пройдитесь по нему кистью. Все остатки теней убраны и кисть абсолютно чистая. Думаю, и так все видно. За то время, пока мы пользуемся зубной щеткой, на ней появляется куча неприятных бактерий. И чтобы от них избавиться, конечно же, одной воды будет недостаточно. И сейчас я покажу, как можно легко решить эту проблемку. Нам понадобится стакан с небольшим количеством чистой водички. Сюда мы добавляем немного обычной перекиси водорода. Затем опускаем ненадолго наши щетки и как бы перемешиваем жидкость. И вуаля, от всех микробов мы избавились. Кстати, точно так же можно дезинфицировать и, к примеру, бритвенные станки. Чтобы быстро себе на ногтях сделать френч, то обычный пластырь это идеальное решение. У него как раз подходящие края для создания улыбки. В общем, его нужно наклеить на ноготок. Затем берем любой подходящий лак. Я возьму красный. И покрываем кончик. Не обязательно, кстати, делать это очень аккуратно. Затем отрываем наш пластырь. И улыбочка готова. Осталось покрыть прозрачным лаком сверху. И до этого пластыря хватит, чтобы сделать френч на всех пальчиках. Иначе это было бы совсем не экономно. К тому же, всегда сложно делать маникюр левой рукой. И пластырь это идеальное решение. Для следующей идеи берем обычную губку для мытья посуды. Убираем у нее жесткую сторону. И отрезаем две небольшие части. Теперь понадобятся две любые заколки. По очереди на каждую наносим клей. И хорошенько приклеиваем наши губки. Пусть все хорошенько высохнет. Ну а потом уже можно придать им овальную форму. При помощи ножниц убираем все углы. Должно получиться примерно вот так. И в общем-то все готово. Теперь при помощи таких заколок можно сделать любую объемную прическу. Просто нужно спрятать их под волосами любая. Укладка будет смотреться намного круче. А этот способ открыла для себя недавно. И даже не ожидала, что он будет работать. Нужно смешать чайную ложку порошка корицы. И две чайные ложки меда. Перемешиваем. Теперь кисточкой все наносим на лицо. И ждем примерно минут 20. Как обычно все это смываем теплой водой. После этого будет небольшое покраснение. Но это так и должно быть. Я в шоке, но черных точек на лице реально не видно. Применять ее нужно не так часто. Можно раз в неделю, а затем и раз в месяц. В последнее время постоянно пользуюсь румяшками. Лицо сразу выглядит свежее. Хотя раньше я ими вообще не умела пользоваться. Если у тебя тоже не получается их правильно нанести. То сейчас поделись супер удобным способом. В общем берем в руки кисточку. Набираем наши румяшки. И вот так к носу прикладываем два пальца. Смело можно румянить наши щечки. И таким образом вы как раз таки нанесете их в правильное место. И не будете выглядеть матрешкой. У всех в гардеробе есть брюки, юбки из достаточно деликатных тканей. И наверняка многие из вас, ну в том числе и я, складывают их именно так. Вешая просто на плечика, а потом в шкаф. Но все-таки тут есть одна проблема со временем. На такой ткани может появиться горизонтальная полоска. И выглядит это как-то не очень красиво. В результате брюки нужно снова будет потом отпаривать, разглаживать, чтобы этой полоски не было. Хотя мы легко всего этого можем избежать. Если у вас нет специальной вешалки для брюк, берем картонную трубку от фольги, пергаментной бумаги, самоклейки, в общем не важно от чего. Подгоняем по размеру, лишнее отрежем. И еще один момент, трубку необходимо разрезать вдоль. И когда все готово, просто вставляем на нижнюю часть у нашего плечика. Так что теперь в любом случае этого ужасного сгиба тут не появится за счет округлой формы. И храните свои вещички правильно. А сейчас покажу очень удобную идею для хранения помад. Да и вообще ее можно применить для любой другой косметики. И для этого нам понадобятся обычные трубочки. Размещаем их сначала в ряд вот таким образом, чтобы между ними отлично помещалась любая помада. Дальше приклеиваем трубочки по противоположной стороне, чтобы у нас в итоге получились квадратные ячейки. И дальше точно по такому же принципу делаем и остальные ряды. Высоту уже вы выбираете сами. Получается вот такая конструкция. Кстати, из краев я еще решила сделать несколько отсеков, чтобы поместить пудры и румяна. Ну а все лишнее нужно, конечно же, отрезать, чтобы выглядело аккуратно. Собственно, вот и все. Можно размещать косметику по своим местам. Этот органайзер можно переместить, например, в ящик, ну или просто поставить на туалетный столик. Так косметика всегда на своих местах и не будет никакого беспорядка. Ну а количество ячеек можете сделать на ваше усмотрение. Очень удобная, между прочим, штука. Я с удовольствием пользуюсь. Если прыщик очень красный, то, конечно же, первым делом нужно избавиться от этого покраснения. И, наверное, самый простой способ, который не потребует у вас много времени, это вот такая мазь, которая называется левомиколь. Наверняка многие о ней слышали и в аптеке она стоит реально копейки, поэтому точно вы после ее покупки не обеднеете. Лично на мне она реально круто работает. Кстати, абсолютно любое средство нужно для начала проверить, посмотреть, нет ли у вас аллергии. В общем, этой мазью нужно обильно смазать прыщик, прям очень-очень жирненько. Итак, следующим этапом мы накрываем наш прыщичек небольшим кусочком марлевой ткани. И если у вас нет такой, то можно использовать кусочек ваты. Я обычно отрываю ее от ватного диска. И сверху можно заклеить пластырь. У меня, к сожалению, меньше пластыря не оказалось, поэтому пришлось приклеить вот такой вот огромный. Реально невозможно улыбаться. И все это нужно оставить часа на два. После этого можно повторить эту процедуру и точно так же ждать часа два. И буквально через пять или шесть часов покраснение уйдет. К сожалению, этот косяк бывает у многих палеток теней. Одни оттенки в палетке пигментированы, а другие полупрозрачные. И в итоге они так и остаются нетронутыми. Но, девчонки, выход из этой ситуации очень простой. Понадобится любой бальзам для губ. Дальше берем кисть для теней и набираем на нее наш бальзамчик. Но после этого набираем тот самый непигментированный оттенок из нашей палетки. И смело наносим на глаза. И смотрите, он стал намного-намного ярче. Цвет насыщенный. И, кстати, тени с бальзамом на глазах даже как-то лучше держатся в течение дня. Кстати, для сравнения, на второй глаз я нанесла тени без бальзама. И по моему разница очевидна. Чтобы выровнять кожу и подготовить к нанесению тонального средства, покажу, как сделать праймер самостоятельно. Всего лишь нужно смешать капельку крема для лица с небольшим количеством глицерина. Его можно найти в любой аптеке. Цена действительно смешная. Стоит он от 20 рублей. Наносим все на кожу лица, и она станет нереально гладкой. Так что смело можно наносить тональную основу. И, кстати, с таким праймером макияж держится намного дольше. Маникюр с блестками всегда актуален и смотрится очень красиво. Но, когда я начинаю наносить блестящий лак, то происходит вот это. Как вы можете заметить, покрывает он поверхность неравномерно, и смотрится это ужасно некрасиво. Нужно примерно 5 слоев, чтобы добиться нужного результата, и то не факт. В итоге уходит куча времени. Но есть способ намного круче. Берем старый спонжик для тонального крема, и на самый кончик наносим кисточкой наш блестящий лак. Ну а затем вот такими вбивающими движениями уже можно переносить и на ноготок. Смотрите, получается все сразу с первого раза. Слой плотный, и не нужно ничего ждать. Таким способом можно делать и другие интересные дизайны. Так что теперь мой идеальный маникюр готов. В уходе за кожей, конечно же, без масок никуда. И недавно я открыла для себя очень классный трюк, после которого действительно есть результат. Итак, я просто беру несколько видов масок для лица и наношу на разные участки кожи. Называется это все мультимаскинг, и в последнее время в бьюти индустрии это стало очень популярно. На нос я чаще всего наношу маску из глины, так как она очень хорошо вытягивает загрязнение, черных точек станет намного меньше. И, кстати, еще глина впитывает в себя кожное сало, и со временем можно заметить классный результат. Так что наносить я предпочитаю на те места, где появляются черные точки, расширенные поры и кожа склонна к жирности. На участки, где сухая кожа, ну или комбинированная, нанесем питательную и увлажняющую маску. Ну а где чаще всего есть покраснение и прыщи, можно взять специальную маску как раз от таких несовершенств. Кстати, совсем недавно я вам ее показывала и боялась, что если я ее буду использовать на все лицо, она мне все пересушит. Поэтому наношу только на подбородок, он у меня как раз таки самый проблемный. Заодно еще наклеим под глазки патчи. И таким образом каждый участок кожи получит свои потребности. И при таком применении не будет такого, что маска одной части лица помогла, а другой наоборот навредила. Очень часто именно кончики волос находятся в пересушенном состоянии. Поэтому, чтобы их увлажнить, я часто использую масла. И, кстати, перед использованием для лучшего эффекта масла лучше всего подогреть. Единственный минус это то, что ходить так совсем неудобно. Одежда потом вся в масле, да и если мы оставим это все на ночь, то зафакаем еще и подушку. Так вот, чтобы такого не происходило, берем обычные пакеты для завтрака. Нам понадобится две штучки. Заворачиваем в эти пакеты наши две прядочки. И закрепляем все обычной резинкой, чтобы они в итоге у нас не сползли. Ну и теперь нам ничего не будет мешать. Можно заниматься чем угодно, к тому же так масло намного лучше будет действовать на волосы. Я так делаю очень часто и меня здорово выручает этот лайфхак. Оформление бровей довольно трудоемкое занятие, которое у меня лично занимает немало времени. Больше всего раздражает, когда они получаются слишком яркими. И этим лайфхаком можно исправить сразу две проблемы. Понадобится лишь одно средство и это обычная детская присыпка. Небольшое количество набираем на пушистую кисточку и покрываем бровки сверху. Во-первых, это поможет сделать их более натуральными. Они будут не такими яркими. А во-вторых, выглядеть они будут намного гуще. В последнее время мне стало очень нравиться делать себе цветные пряди. Раздражает только то, что потом от этих цветных мелков пачкаются и руки, и одежда, да и вообще цвет волос быстро пропадает. Так вот, чтобы разом избавиться от всех этих проблем, нужно всего лишь взять флакон с лаком для волос и обработать им нашу прядь. После чего твоя одежда точно не будет пачкаться, да и вообще можно уверенно ходить в течение дня с яркой прической. Многие девчонки феном и утюжком пользуются регулярно. Я, конечно, их использую не так часто, как некоторые. Но все же, следующая идея мне очень пригодилась, потому что я вечно не знаю, куда их девать. Всегда хочется, чтобы и пользоваться было удобно, и места много не занимали. Поэтому берем вот такую пластиковую трубу. Можно купить ее в строительном магазине. Тут, как видите, есть два отверстия. Одно большое, одно маленькое. Дальше берем пару носочков и вот так их натягиваем на каждое отверстие. Как-то так должно все выглядеть. И теперь сюда можно помещать наш фен и утюжок. Ну или вместо утюжка можно взять обычную плойку, если вы ей чаще пользуетесь. И, кстати, они тут очень хорошо держатся. Можно даже эту штуку куда-нибудь прикрутить для более удобного использования. Мне кажется, эта идея очень даже прикольная. Идем дальше. Понадобится удобная емкость, в которую наливаем 4 столовых ложки чистой водички. Ну а дальше эту воду нужно нагреть, поэтому ставим в микроволновку. Вот теперь то, что нужно. Растворим в этой воде 2 ложки кокосового масла. Это масло очень полезно, поэтому у меня оно всегда есть в запасе. И, кстати, стоит совсем недорого. И последний ингредиент, причем копеечный, это витамин Е в масле. Добавим совсем чуть-чуть. Думаю, эта штука тоже должна быть у каждой девочки. Все хорошенько перемешаем. Готовим теперь удобную баночку и перемещаем в нее ватные диски. Примерно должно получиться вот так. Ну а дальше вливаем сюда наш полученный раствор. Наши ватные диски хорошо им пропитаются и получается очень полезное средство для снятия макияжа, которое отлично удалит всю косметику, при этом оно замечательно влияет на кожу. И да, оно может справиться даже с водостойкой косметикой. И так, допустим, мы нарисовали не очень аккуратную стрелочку. Хвостик получился не острым и нам нужно это исправить. Берем обычную влажную салфетку, наматываем на указательный палец и проводим вот таким образом от внешнего уголка глаза. Она должна немного размазаться в конце. Лишние кляксы мы убираем. Ну и чтобы она была более графичной, добавляем немного консилера. И вот так легко и просто можно сделать себе классную стрелочку. Да, не все умеют ровно красить ногти, поэтому и забрели специальное средство для защиты кутикулы. Но на самом деле не обязательно тратиться, если у вас есть маска-пленка. Ее мы просто наносим вокруг нашего ноготка. В действии, кстати, она точно такая же. Можно даже для удобства перелить немного в пустой флакончик от лака для ногтей. Маска засохла и можно уже красить ногти. Я специально стараюсь красить неаккуратно, чтобы вы смогли потом заметить результат. И теперь отрываем нашу пленочку. Ну и видим, что способ отлично работает, так что возьмите себе на заметку. Скоро лето и губки нужно защищать от солнышка и увлажнять, поэтому сделаем помаду на основе геля алоэ. Для начала возьмем удобный флакончик и заливаем в него наш гель алоэ. Если, кстати, в упаковке слишком широкое отверстие, то можно сделать, как я, взять крышку с тонким носиком, ну или шприц. Дальше уже можно добавить пищевой краситель. Насыщенность покрытия зависит от того, сколько красителя мы добавим. Я решила сделать супер яркую помаду, поэтому добавила побольше. Все перемешаем. Я это делаю зубочисткой. И теперь наносим на губы. Смотрите, какие они сразу яркие и сочные. И, кстати, такая помада не будет сушить губы, и вы будете чувствовать себя комфортно. А еще я сделала помаду с более легким ненавязчивым оттенком. И также еще в одном флакончике у меня просто прозрачный гель без красителя. Чтобы перед маникюром смягчить и легко отодвинуть кутикулу, совсем не обязательно использовать специальное средство. Достаточно просто взять из аптечки перекись водорода, нанести ее на ватную палочку и затем несколько раз пройтись по кутикуле. Таким образом кутикула станет очень мягкой и ее легко можно будет удалить апельсиновой палочкой. И как вы можете заметить, все замечательно работает. И если честно, этот способ мне больше даже нравится, чем специальный гель. И последний лайфхак тоже, думаю, для многих он будет полезен. Если вдруг выскочил прыщик, то иногда его достаточно проблемно замаскировать. Но есть одна очень простая хитрость. Если перед корректором нанести на прыщик какой-то светлый или может даже белый карандаш и сверху уже покрыть корректором, то тогда его будет вообще незаметно. Все покраснение сразу же перекрывается. Очень удобный и эффективный способ. И на этом все. Большое всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поставили лайк этому видео, подписались на мой канал и нажали на колокольчик. Всех люблю и всем пока!